Играю в Блиц на ШП, соперник с рейтингов немного за 3000, и может получиться Йош, да, скорее всего так и будет. Да, слон Е7, пожалуй, самая сильная вариация, потому что на Д6 есть интересный недооцененный вариант Д4, это конь Д4, после чего там белый ферс в вариантах вводит на А4 с шахом и нарушает координацию черных фигур. Два ноля, вот два ноля мне всегда казалось неточностью, если черный собирается выставлять южовую структуру. Да, сейчас мне уже довольно нелегко вспомнить, почему, собственно, так считается. Давайте сделаем ход ладья Д1. Теперь на Д6 может быть конь Б5 есть ответ. Да, А6, но если А6, тогда слон Ф4. И черные не смогут пешку на Д6 поставить, это означает, что придется играть ДАС через конь С6 и как-то Д5 в вариантах, но... С другой стороны, может быть, у нас передника в планах и никакого ежа Т3 не было, в принципе. Хотел просто получить вот позицию такого типа. Мне кажется, что у белых в ней перевес, но вот Б3 не факт, что был самым удачным решением. Теперь грозит конь Е4, А3, поэтому не сыграешь. Интересно, можно сыграть конь Е5. Давайте попробуем. Даже не знаю, грозят ли чем-то белые. Да, наверное, стоило об этом подумать до того, как делать ход. Хотя вот здесь... А3... Теперь на С3, Ф3, все-таки как-никак остаются два Слона. А если слон идет назад, то может у белых выиграть центральную пешку. Да, поэтому слон С3, Ф3, С3. Если я сразу ничего не зернул, то у белых тут лучше. Уж слишком хорошо слоны режут позицию. Ну да, Ф7, грамотный ход. Защищая слона на Б7, убираясь, ферзя из вот этого неприятного рентгена. Возьму на С6, интересно, какой фигурой будет брать соперник. Если владею, то у меня есть ход Ф4. Да, поэтому слоном. Теперь я могу спокойно брать ферзя, потому что на ДС будет ход слон Д6 с выигрышем. Наверное, уберу его на Е3. Правда, в этом случае последует Ф7 с неприятным давлением по длинной диагонали. Да, не так просто. Давайте все равно попробуем ферзь Е3. Но, может, ферзь Б7 играть надо. Ферзь Б7 исполнена. Моя идея была сыграть слон Е5, но в этом случае же есть конь Ж4. Поэтому она на слон Ж5. Если сейчас ДС, то слон Ф6. Не уверен, что это все хорошо, но выглядит любопытно. Потому что если слон Ж2, то Ферзь Ж5, Ж6, Ферзь В6 с матом. То есть надо брать этого слона. Я думал срадь, что он вроде владеет Д4, на слон Ж2 владеет Ж4 и Ферзь В6. В этом случае будет мат, поэтому, скорее всего, соперник примет меры против этой угрозы. Ну, то есть, это на самом деле не так легко. Потому что если Ф5, то я в лучшем случае могу дать вечный шах, но соперник не реагирует. Либо грубо зевнул, либо он грубо зевнул. Больше похоже, что он грубо зевнул, потому что висят два мата и что с этим делать непонятно. Ну да, довольно забавная концовка. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok